Три месяца без паспорта живет мужчина с инвалидностью. Без документа, удостоверяющего личность, мужчина не может получать пенсию. Паспорт он сдал для обмена, когда ему исполнилось в 45 лет, однако новый так и не получил. Почему, выясняла Софья Куренева. Это рожки. Это мне вот брат, я уже там купил. Все эти продукты для Александра Минченко купили прихожане церкви. У самого мужчины уже три месяца на еду нет денег. Единственный заработок на огородах у соседей. Где бабушка попросит, там в день бывает по 500 рублей, по 300 рублей. Ну там где-то может она еще и продукты даст немножко. Александр Минченко инвалид и живет на пенсию. Карточку потерял, поэтому получает деньги по паспорту. Вернее, получал. 22 октября прошлого года он сдал паспорт для обмена в МФЦ. Ему исполнилось 45 лет. Забирать паспорт отправили уже не в МФЦ, а в отделение полиции. Скажите, пожалуйста, сколько всего отделений вы прошли? Ну я вместе с ним ходил только вот в это отделение полиции. Ну как оказалось, что несколько раз мы сюда ходили, и оказалось потом, что они тут вообще ни при чем. Михаил Миняйлов, друг Александра, помогает инвалиду получить паспорт обратно. Новое удостоверение личности так и не выдали, потому что обнаружили поддельную на вид запись о прописке. Проверка все еще продолжается. Александр Минченко обошел два отделения полиции. Один отдел по вопросам миграции и два МФЦ, но так и не понял, что ему делать, пока документы лежат в отделении. Гражданин без документа, то есть фактически не гражданин. Я думаю, это ненормально. Поддельная регистрация хуже, чем фиктивная. Во втором случае в квартиру прописывают человека, который в ней не живет. В первом, саму запись о прописке подделывают. Человека с такими документами можно привлечь по статье использование заведомо подложного документа. Нужно ли заводить дело в полиции еще не решили, но оказывается и в этой ситуации Александр Минченко мог получить новый паспорт, написав заявление. Человек действительно должен был прийти в отдел по вопросам миграции. Вполне возможно, что он этого и не знал. И я допускаю, что наши сотрудники должным образом человека не проинформировали. Александр Минченко не отрицает, что купил прописку за деньги почти 15 лет назад, но утверждает, просто не знал, что это незаконно. Мужчина приехал, давайте паспорт сделали, штамп поставили. Он привез этот документ уже с штампом и все. Много лет назад мужчина сбежал из психоневрологического интерната. С 2001 по 2018 год он считался недееспособным. Только в прошлом году доказал, что в рассудке живет в домике на даче. В полиции пообещали в скором времени восстановить его конституционные права.